Одним из направлений государственной политики является поддержка молодежного предпринимательства. С каждым годом все больше молодых людей пробуют свои силы в том или ином виде бизнеса. Тому примером может служить история 18-летнего Бакыта Бигбосынова. Юноша недавно закончил курсы барбера и научился навыкам стрижки. Тему продолжит Жасан Жалпаков. Интерес к искусству барбера у Бакыта Бигбосына началась благодаря его мастеру, с которым он общался. Именно он вдохнул в молодого предпринимателя мотивацию заняться данным делом. Главная цель Бакыта через государственные программы открыть собственный парикмахерский салон и создать новые рабочие места, тем самым поддержать молодежь. Учился раньше на юридическом факультете, но потом осознал, что моя душа не лежит в данной профессии. И закончив первый курс, бросил вуз и устроился сюда, в барбершоп, на стажировку. Так как это дело приносит мне огромное удовольствие. В будущем, когда наберусь опыта, хочу отдельно открыть свое дело в этой сфере. Если не ошибаюсь, мы взяли на стажировку Бакыта в июле. За этот промежуток времени он показал себя как истинный мастер своего дела. Поэтому его трудоустройство было не за горами. Один из тех, кто поддержал Бакыта Бигбосынова, депутат городского маслехата Азамат Усимбеков. Он внес первую инвестицию в развитие навыков молодого предпринимателя. В партию много обращается, в маслехат много обращается. Вот один из примеров. Бах обратился за помощью. Молодой активный парень, который хочет заниматься любимым делом. Для этого со своего кармана я выделил 200 тысяч. Помог для покупки инструментов. В данный момент он обучился, уже начал работать. Первый день я своего сына привел. Как бы пожелать удачи в работе, начинаниях. Если говорить от партии, от маслехата, таких вот происходит очень много обращений. Вот один из примеров. Мы никогда не остаемся в стороне. Стараемся помочь молодежи, предпринимателям начинающим, многодетным. И таких вот обращений очень много. З-поколение отличается от предыдущих тем, что они быстро принимают решения, готовы к любым переменам и быстро обучаются. Именно эти качества мы должны использовать во благо нашей молодежи, считает секретарь городского маслехата Анар Доржанова. В этом году около 400 молодых предпринимателей получили государственную помощь. Это гранты, это льготные кредитования под 6%. И с завершением программы ЕНБЭК, которая истекает срок в этом году, мы задавали вопросы депутата Мажелиса, какие будут программы на следующий год, на что может рассчитывать молодежь, потому что поддержка их очень важна и нужна. И интересуясь молодежными проблемами, мы понимаем, также сегодня им нужен трансфер опыта, трансфер передовой технологии, элементарно обучение, потому что это инвестиция в их человеческий капитал. На сегодняшний день в Ак-Тубе насчитывается 8,5 тысяч молодых предпринимателей. Они обеспечивают работу 48 тысяч человек. Шасан Желбаков и Манжелут Магометов, телеканал Ак-Тубе.